Госдума в первом чтении одобрила запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Школьники не смогут пользоваться средствами связи, чтобы не отвлекаться. Новые правила будут едиными для всех школ. Принятие закона позволит повысить качество обучения за счет максимальной вовлеченности детей в учебный процесс. В ходе рассмотрения документа обратили внимание, что нормы о телефонах несколько размыты. И ко второму чтению следует уточнить ряд вопросов. Пермский Роспотребнадзор конфисковал почти 13 тысяч пачек сигарет на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. В ходе проверок 71 объекта розничной продажи табачной продукции почти в 70 из них выявлены нарушения. В частности, продаж табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от образовательных организаций, торговля с нарушением требований, оборот табачных изделий без маркировки, в том числе без акцизных специальных марок. На виновных наложено 117 штрафов на сумму свыше 2 миллионов рублей. Уже в декабре в Березнике поступят новые автобусы. В 2023 году был утвержден список регионов, которые получат социальный казначейский кредит на обновление общественного транспорта. Пермский край вошел в их число и должен был получить автобусы в 2024 году. Но краевые власти досрочно реализуют свои обязательства перед Федерацией. Благодаря этому жители начнут получать обновленный транспортный состав уже в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok